Снова наша передача выходит в Великом посту. В периоде удивительном для жизни православной церкви, периоде, который мы называем весной духовной. Так как Великий пост совпадает с весной, как порой года, то же самое святые отцы говорят, что и мы свою жизнь должны уподобить в посту вот этой самой поре года, когда все расцветает, когда природа оживает от зимней спячки, то же самое и мы, поработав над своими пороками, над своими страстями, удалив их от себя, воспряним к жизни новой для жизни с Богом, ко встрече Пасхи Христовой. Всегда с темой Великого поста сопряжена еще одна очень важная тема христианской жизни — тема покаяния. Мы говорим, что время Великого поста — это время особого покаяния. Что такое покаяние? В Священном Писании очень часто встречается это слово, и Господь, когда вышел на свою первую проповедь, Он призвал своих учеников, призвал людей, которые пришли Его слушать, к покаянию. Он сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Так вот, этот термин, который употребляется столь часто в Священном Писании и употребляется столь часто в богословии православных христиан, на русский язык звучит по-гречески как метанойя, и на русский язык буквально переводится как перемена ума. То есть покаяние — это не просто осознание своей ошибки, это не просто осознание своей греховности, своей болезненности. И покаяние, в первую очередь, это перемена наших мыслей. То есть если мы увидели в себе какой-то порог, увидели в себе какую-то ошибку, мы должны не просто осознать этот грех, мы должны сделать все те усилия, чтобы этот грех полностью исчез из нашей жизни, и чтобы наше мышление переформатировалось, чтобы наше мышление поменялось. И только тогда мы будем говорить, что покаяние настоящее совершилось. Покаяние, как я сказал, это борьба человека с его греховностью, попытка изменить свой образ мышления, мыслить более правильно, мыслить более духовно. В первую очередь мы боремся при помощи этой добродетели покаяния с таким понятием, которое называется словом «грех». Грех — это не просто какая-то ошибка, грех — это не просто какой-то проступок в нашей жизни. Опять же, это слово, которое к нам пришло из иностранного языка. По-гречески слово «грех» звучало как «амартия», и это термин, который к нам пришел из Древней Греции, а в частности из Олимпийских игр, которые мы с вами стараемся наблюдать периодически. Олимпийские игры имеют достаточно долгую историю своего существования. И в Олимпийских играх в древности было состязание лучников, когда лучники стреляли из лука, если один из лучников промахивался, не попадал в цель, то вся публика скандировала и кричала, что «амартия», «амартия», «грех», «промах». То есть человек совершил промах. То есть буквально это слово на русский язык переводится как «не попасть в цель». То есть грех — это то, когда человек живет не сообразно той цели, для которой создал его Господь Бог. То есть у человека есть некое предназначение в этой жизни. У человека в человеческой жизни есть смысл. И смысл этот излагается в Священном Писании. Человек должен жить с Богом, должен жить для Бога. И главная цель жизни человека — это богообщение. И если человек уклоняется от этого пути, и если человек начинает петлять, начинает уходить в сторону, тогда он совершает грех. То есть покаяние как раз кита добродетель, которая должна исправить ум человека и направить человека прямо к цели. Человек должен идти к тому, к чему его призвал Господь Бог. Для того, чтобы человек принес покаяние, церковь издревле установила некий инструментарий. В первую очередь, таким инструментом является таинство православной церкви, которое мы называем словом «исповедь». Мы свое покаяние свидетельствуем во время исповеди о том, что мы каемся в каких-то грехах. Иногда люди задаются вопросом, а почему я должен рассказывать какому-то совершенно мне незнакомому человеку, священнику, свои проступки, свои грехи? Ведь я же могу Богу прямо это все выразить, ведь я же могу Богу все это рассказать. Причем здесь этот священник? Мне не нужны посредники. Многие люди задаются этим вопросом, ну и как бы тем самым успокаивают самих себя. На самом деле, если мы обратимся к истории православной церкви, христианской церкви, к древней церкви, мы увидим, что древность исповедь происходила немного иным образом. В древности человек, который совершил какое-то преступление, будучи верующим, христианином, приходил в церковь, приходил в общину, в которой были собраны верные, были собраны христиане, и перед всеми стоящими людьми исповедовал свой грех. Говорил все общение, что он согрешил в том-то, в том-то и в том-то. Вся община его прощала, вся община о нем молилась, так как древние христиане очень ценили эту общинную жизнь, эту семейную жизнь. И всякий проступок отдельного христианина накладывал отпечаток в целом на всю христианскую общину. Это во-первых. Позже, в IV столетии, как опять же история свидетельств, во времена святителя Иоанна Златоуства, была введена исповедь вот в такой форме, в которой мы сегодня привыкли, так как в церковь вошло много людей, которые могли бы не понять подобной исповеди. И для того, чтобы оградить вот этих неискусных людей, неискушенных людей, людей, которые могли бы как-то превратно подумать, святые отцы установили исповедь одному лицу. Опять же вопрос возникает, а почему мы должны или нескольким людям были исповедоваться в древности, или сегодня, опять же, одному священнику? Ответ очень прост. На самом деле, все те проступки, которые мы с вами совершаем, они чаще всего совершаются не против Господа Бога, а против наших ближних. Ведь мало кто из нас хулил имя Божие, мало кто из нас поступал как-то против Бога. А чаще всего, если мы делаем зло, если мы делаем какие-то нехорошие вещи, мы делаем чаще всего против наших близких, против наших друзей, против тех людей, с кем мы сталкиваемся каждый день. И вот, наверное, уместно просить прощения в этом случае, в первую очередь, не у Бога, так как Бога мы не обидели, а, в первую очередь, уместно попросить прощения у людей. Но, к сожалению, так бывает, что тот человек, с которым мы поссорились, тот человек, которого мы как-то оскорбили, уже далеко от нас, и у нас нет возможности с ним помириться, вот, собственно говоря, священник является олицетворением всего этого обиженного нами человечества, обиженных людей, которых мы с вами обидели. И поэтому священник является представителем от всего народа. Ну, а также Господь в Евангелии нам говорит, что Он дал своим ученикам, своим апостолам власть вязать и решить. И священники, будучи последователями апостолов, являясь служителями церкви, имеют тоже такую власть, данную нам от Господа, и имеют дерзновение молиться за людей и также нести вот эту добродетель прощения людям. Субтитры создавал DimaTorzok